У каждого шпоры просто в руках. Они такие, ребят, есть у кого-нибудь там что по синусам, по косинусам? Вот так вот. Вы не сдадите, вы лохи, отпущенцы. Хеллоу, дорогие девчонки, мальчишки, школьники, школьницы и другие представители нашей сферы образования. Учителя, возможно, родители нас смотрят. Сегодня я помещаю на такую тему, как я сдавал ЕГЭ в 2015 году, когда я заканчивал свой 11 класс. Как я выбирал предметы, потому что некоторые из наших комментаторов, например, Лиза, она не знает, какой предмет выбрать, куда пойти дальше. Ну, возможно, знает, но, так скажем, ей нужна помощь в этом, помочь с направлением. Вот сегодня мы об этом помещаем. И также помещаем о том, как я сдавал, вот удалось мне сдать как надо или нет. И на сколько баллов вообще удалось сдать. Мне удалось сдать на 221 балл в сумме по трем экзаменам. Но я не знаю, это много или мало, но я подготовился не так долго. И, ну, у меня с головушкой все вроде в порядке, поэтому, ну, смотрите видос, узнаем, что там выдалось. Но прежде чем мы начнем, поставь лайк, пожалуйста, подпишись на канал. И также напиши в комментариях, в каком ты классе учишься, потому что хочется узнать с тобой, прокоммуницировать, мало ли у тебя там ОГЭ сейчас настаёт. Я вообще не шарю в ОГЭ особо. Ну, в ГИА шарю, потому что я тогда ГИА сдавал в 9 классе. Но мы, у нас сегодня тема про ЕГЭ. В общем, пиши в каком классе, и мы пообщаемся конкретно. И какие предметы ты бы хотел сдавать в ЕГЭ. Итак, раньше, вот в 2015 году, я не знал, куда поступать. То есть в университет я не знал, какое направление выбрать. Вот в этот университет, связанный с биологией, химией, вот этот вот с физикой, вот этот вот с информатикой. Вообще не знаю, общество знания, зачем? В общем, я не шарил. Я выбрал те предметы, которые более-менее, возможно, я нормально шарю. В информатике я шарил, в русском шарил, также в математике шарил. И, в принципе, это основные предметы, те, которые русский и математикой выбирать не нужно было. А вот информатику я выбрал как дополнительный. И также физику я выбрал как дополнительный. Мне тут мама сказала, ну там, выбери какой-нибудь ещё. Всё, мало ли, пригодится, может быть, при поступлении. Не пригодилось, короче, ребят. Пригодилась только информатика. В общем, выбрал я четыре предмета. Русский, профильная и математика, потому что там есть базовая математика, там где 2 плюс 2. И есть профильная, там где 2 умножить на 2. Ответ один и тот же. В общем, вот эти вот были выбраны. И также, точнее, вот эти вот обязательные. И на выбор были у нас информатика и физика. Вот этот я выбрал. Дальше. В течение вот этого 2014-2015 года, потому что у нас вся канитель началась, завертелась в начале 2014-го, в сентябре нам говорят, ну всё, у вас 11 класс, выпускной год, вы должны готовиться. Вот такие как шматко они стоят там. Ё-моё, ёкарный бабай, чё вы тут все встали, лётчики-залётчики. Нам говорят то, что у вас выпускной экзамен в этом году, поэтому готовьтесь, пожалуйста, иначе вылетите все отсюда ещё до окончания вашей школы. В общем, нас тачили запугивать различным образом преподавателей, говорить то, что вы не сдадите, вы лохи, отпущенцы, вообще ничего не умеете. Но это типичное психологическое эйкидо, которое они хотят на нас как-то натравить, вот эти вот преподаватели, когда они хотят на нами, так скажем, поиграться с нашими чувствами, что да, мы типа не сдадим, надо готовиться. И, в общем, давят на психологию мотивации, то, что как-то они нас заставляют это делать. Они определённо работу там делают психологическую над нами, что типа вы не сдадите. И да, мы такие, ну ладно, окей. Все девчонки в самом начале 11-го класса начали там по репетиторам ходить, вот так вот шекели отдавать. Пацаны, ну, пацаны там в доту катают, вообще во все олигу легендцы, всё как обычно. Ну, некоторые ещё на репетитора ходят. Каждый, абсолютно каждый практически в нашем классе, кроме меня, самого умного, сидит на перемене, читает все эти задачники ЕГЭ, как будто они не сдадут, вот в самом начале сентября листают. Ну, блин, да, они, конечно, сдали на 98 баллов, но... Короче, в общем, они начинают листать вот так с самого начала, с 1-го сентября, там практически всё вот это делают. Потом, в декабре месяце у нас вот пробники проходят. Пробники — это когда ты там приходишь и сдаёшь преэкзамен, типа пробная версия, демо-версия, за остальную ты должен уже доплатить шекелями. В общем, в декабре месяце, вот так, числа 3-го декабря мы сдаём русский, сочинение пишем, вот выписываем там про... Ну, в общем, там и сочинение было, и плюс какие-то ещё тестовые задания, нужно это припомнить в памяти конкретно. В общем, тестовые сдаём, потом где-то в январе, в феврале месяце мы сдаём по математике, плюс по другим предметам. В принципе, сдаётся всё нормально, всё good. Это то, как у нас была подготовка, проводилась. Также в момент нашей учёбы у нас иногда преподаватели устраивали семинары своеобразные, своеобразные, как бы дополнительные допы. И ты можешь прийти там в субботу, вместо того, чтобы дома посидеть, вон, приходи к нам, будешь учиться. Собственно, я приходил на русский язык, на дополнительное занятие, которое организовал наш преподаватель. Хороший преподаватель, прям респект ей, большущий, точнее, не респект, а уважение и дань, как ордынцам из Золотой Орды. Собственно, спасибо большое. Вот нашего преподавателя по русскому языку прям ништяк. Ольга Евгеньевна, хороший преподаватель, мне нравится. Чики-пуки, нормально. Следующий преподаватель, математика. По математике тоже у нас были своеобразные дополнительные, но дополнительные она делала не вне уроков, а она также их делала на уроках. То есть иногда, раз в месяц примерно, или раз в две недели, ребятки, собираемся, у нас сейчас будет типа официальная сдача ЕГЭ. Будем вот так вот все садиться, все, спарт убирайте, вообще нафиг это все, закладывайте вон туда, никто телефоны, все телефоны мне в коробку сдавайте. Вот сейчас пройду, у кого телефон увижу, сейчас буду брать телефон и гвоздем прибивать к доске, чтобы неповадно было. Собственно, садимся такие и подготавливаемся к экзамену своеобразному, то есть типа репетиция. По физике, по физике, физика превратилась в физика, в общем, приходим на физику иногда, и тоже нам преподаватель в конце уроков, ну то есть приходи там к седьмому уроку, к восьмому уроку, когда уже все, уже все закончили, и будем сидеть, решать варианты. Тоже мы приходили, пару раз я всего сходил, мне это было неинтересно, потому что, по сути, когда ты приходишь на дополнительные, когда у вас там сидит трое человек, блин, мы можем дома это спокойно порешать. Вот да, я понимаю, что это у вас способ проконтролировать нас, что мы это будем делать, но, блин, ема, сидеть с другими чуваками, которые решают, возможно, быстрее тебя, возможно, медленнее тебя, а дома ты можешь сам определить свой ритм, спокойно. В общем, я не сильно любил эти все допы. По информатике вот у нас были дополнительные занятия, вот они были классные. Ты приходишь, Сергей Сергеевич, здравствуйте, как настроение? В общем, садишься такой, начинаешь, за компуктер садишься, плюс начинаешь прорешивать. Мы там разбирали конкретно, если у нас появлялись вопросы. То есть мы приходили к Сергею Сергеевичу, это наш учитель по информатике, и он нас спрашивал, есть ли какие-то вопросы, давайте, если у вас есть вопросы, то вы задавайте, если нет, то давайте по домам. Все, нормальная схема, не нужно приходить и, типа, тебе говорят, вот у нас вариант, его сейчас будем решать. Неважно, вы шарите, не шарите, вот будем решать. А у Сергея Сергеевича нормально, просто он такой спросил, что какие-то есть вопросы. Да, есть вопросы, все, поднимаем руки, нормально, такой коучинг своеобразный у нас был, нормально. Дальше, окей, вот у нас подготовка. Это единственное, как я подготавливался. Дома, как я подготавливался, я садился за компьютер, включал World Warcraft и играл. Там в рейдики ходил. Но я так скажу, то, что я вот так вот сидел за компьютером, я в школе нормально учился. То есть я в школе не уделял, так скажем, внимания тому, чтобы, о, сейчас по телефону, там, по скроллю что-нибудь, поугараю, мемчики, все такое. Я обычно в школе слушал преподавателей, что они говорят, а дома играл. Поэтому своеобразная ориентация на учебу в школе, а дома, ну, в игры погамаю и нормально. То есть школу я закончил с двумя четверками, поэтому можете примерно осознать, какой у меня уровень знаний был. Я амбициозный чувак, скажу сразу, друзья. И смотрите, в мае месяце, в мае месяце я такой думал, надо бы начать готовиться, потому что я не открывал. У меня были всякие ежедневники, не ежедневники, а пробники, которые там прорешивают. Меня мама купила по информатике, по математике были пробники у меня, по физике, ну, по каждому предмету. Просто по математике у нас было больше, потому что у меня мама репетитов по математике. Ну, точнее, педагог по математике. И смотрите, друзья, у меня они были. Я иногда так вот в мае месяце на первые майские праздники я открыл пару раз и все, порешал. Ну, там маме скинул фотку, маме я порешал. И все, и начал, продолжил дальше играть в компьютер. И в конце мая, где-то в числах 20-х, когда мы там репетировали всякие вальсы к последнему звонку, я решил все-таки, надо подготовиться, потому что, блин, физика. Физика основная, основной троплос у меня был. По русскому, по математике, все нормально, я понимаю. По информатике тоже. Я с компьютером просто на ты, на вы, просто такой тет-а-тет у нас спокойный образовался. Поэтому нормально с ним общаемся. А вот по физике это хардово для меня было, потому что физику я особо не шарю. А сдавать, ну, мама сказала, ладно, окей, буду сдавать физику. И по физике я не шарил особо. То есть я пробник еле-еле могу написать на 30 баллов, на 35. Окей, я такой открываю компьютер, ввожу на ютубе, как сдать физику ЕГЭ. На ютубе ввожу, вижу там всякие Михаил Пенкин. Михаил Пенкин Фоксфорд. Это очень бог, просто бог физики. Крутой чел, нормально объясняет. Я потому что обычно, я еще гуглил там других чуваков, другие объясняют, просто деды какие-то сидят и просто как-то бурявят под себе, под нос. Это мне не нравилось. А вот Михаил Пенкин вот так объясняет, просто красава. Очень харизматично, интересно, с иллюстрациями красивыми, плюс с жизненными ощущениями, байками, как будто стендап по физике слушаешь. И, в общем, мне было интересно смотреть за Михаилом Пенкиным. Я взял тетрадку, завел, начал выписывать. И с 20-го числа по 26-е, по 24-е примерно, по 25-е, по 24-е, по 25-е мая, я все вот так вот выписал, половину из тетрадки исписал 96-листовой, то есть я по 10 часов в день сидел и прорешивал вот так вот физику. И с 25-го, 26-го я чуть подготовился по физике, по русскому, по русскому. И 26-го вроде у нас был экзамен по русскому. Могу ошибаться в числах конкретно, какие у нас, когда были даты, потому что это было давно. Потом я подготовился к математике, тоже сдал. По информатике тоже сдал. И физика была у нас 11-го числа, тоже нормально сдалась. И по результатам всех вообще экзаменов у меня вышла информатика 79 баллов, физика вышла 64 примерно. Да, там 64 было. И математика с русским там что-то от 70 до 80. Не помню конкретные числа, но в сумме там, в общем, получилось с информатикой 230 с чем-то, а с физикой у меня получилось 221 балл в сумме. Вот вам. Чтобы вы понимали, какие числа, я поступил потом на бюджет в университет с информатикой. Физика мне не пригодилась при поступлении, поэтому, ну, ладно, сдали и сдали. Главное, что я вот послушал, как можно теперь физику подготавливать, и как минимум это мне пошло на пользу. Как проходили конкретно экзамены? Так, запись идет, еще у нас есть несколько, 10 минут для того, чтобы рассказать байки какие-то с экзамена. В общем, сейчас про экзамены расскажу. На экзамене у нас было следующим образом. Ты приходишь, у тебя, точнее, нет, нет, твой экзамен, твой экзамен, это важно. Ты приходишь домой, у тебя вот перед день, перед экзаменом, ты берешь листок бумаги, выписываешь шпоры, просто, ну, как шпоры, ну, просто шпаргалка, на всякий случай, мало ли, растеряешься. Ну, просто, просто, чтобы тебе было спокойно внутри себя. Ты берешь, подготавливаешь какую-нибудь шпаргалочку, в том, в чем ты уверен меньше всего, то, что там забудешь. Там тригонометрические формулы какие-нибудь, либо же там теоремы синус и косинусов, ну, вот эти вот вещи. По математике, по физике там всякие сложные формулы, которые высчитываются непонятным образом. Либо же правило, буравчик, чтобы не забыть, там, направленный палец левой руки указывает, что там, в общем, отогнутые на 90 градусов линии магнитной индукции. И, в общем, делаешь подготовочку, потом смотришь, куда ты это можешь спрятать. Девчонки, знаете, куда спрятали, они, вот, колготки. Они на колготке, я видел, вот, у одной у нас, у девчули, я не буду раскрывать имен, она, в общем, под гюбку. И на колготочку вот так вот зафигачили, поэтому, девчоночке, лайфхак небольшой. На входе, в общем, следующий день, экзамен, каждый экзамен примерно одинаково проходит. Ты приходишь, фейс-контроль проходишь, как будто в Клубчанский, там стоят амбалы такие здоровые, ну, или дяд Лёш какой-нибудь. И он проверяет у тебя паспортные данные на входе, а ну, выворачивай карманы. В общем, все свои металлические приблуды выкладывай сюда. Ну, в общем, обычный фейс-контроль, как в аэропорту примерно. Проходят, и ты, если у тебя в карманах какие-то металлические приборы есть, то ты их высовываешь, чтобы ты не пронес бомбу, а то, мало ли, террорист какой. Дальше ты проходишь в кабинет. Точнее, не в кабинет, у тебя там 30 минут на подготовку, там съесть шоколадку, водичкой захлебать это все. И потом ты шагаешь, пехаешь в свой класс, в свое отделение. В классе вы садитесь, определенное место за каждым зафиксировано, камеры расставлены, там чуть ли тебе в рот не смотрят, чтобы ты ничего не списывал. И это нормально. Но там есть слепая зона, слепая зона называется туалет. В общем, начинается экзамен. Ты сидишь, решаешь, все нормально прорешиваешь. Потом, если у тебя вдруг что-то не так, ты понимаешь, что что-то забыл, либо просто в толкан захотелось, пошел в толкан. Выписываешь там, сдоговариваешься, то что, мол, я ухожу в толкан, сейчас время московское 11 часов 5 минут, иду в толкан и там зафиксируйте, чтобы я долго в нем не был. Ну, они там проверочку определенную делают. Дальше ты идешь в толкан, заходишь, а там такое просто, там клоунада, чуваки сню скидают практически, ну, точнее, ты заходишь в толкан, а там много народа, стоит с разных вещей, у каждого шпоры просто в руках. Ах, они такие, ребят, есть у кого-нибудь там что по синусам, по косинусам? Вот так вот просто чисто барыги. В общем, ты заходишь, понимаешь, что все нормально, в туалете ты можешь спокойно списывать, тебя никто не увидит. Самое главное, долго в туалете не быть, когда, потому что ты выписал время, в которое ты вышел, главное не быть в туалете более там 5 минут, 6 минут. Поэтому в туалете обычно ты можешь списать, я не знаю, как сейчас, но тогда можно было. Ты запоминаешь формулу и такой в голове ее прокручиваешь и идешь из туалета, потом постоянно вот так повторяешь ее, так, син с квадрат альфа, син с квадрат альфа равно единице, ага, ага. В общем, присаживайся и присаживаешься, обратно возвращаешься на место и все это забываешь. Это бывает такое, ну, потом не растерявшись, ты такой, все равно что-то пишешь, дописываешь. Каждый экзамен проходил по-своему, интересно, и я скажу так, что я написал их быстро, то есть шустренько это все проходило. Вот прям не сидел я там прям до конца экзамена, то есть, ну, сколько я уделил времени, там 4 часа то ли давалось, то ли 3 часа. Я сидел где-то 2-2,5, где-то вот такой промежуток времени, до конца экзамена не досиживал, только на самом, как называется, на предэкзамене, на пробнике я сидел вот до конца, мол, там, просиживал, а тут не, нормально. Собственно, друзья, как подготовиться? Все зависит чисто от ваших амбиций. Если вы считаете, что вы реально крутой человек, либо крутая девчуля, и спокойно сможете выучить, вот за 5 дней даже, то вы сможете выучить. Если вы думаете, что вы не очень, то лучше заранее начните подготавливаться. Это зависит от того, насколько вы реально шарите в материале. Вот задайте себе вопрос, я реально ли шарю в этом материале, или же я просто думаю, что я шарю в этом материале. Если вы реально шарите, то есть можете объяснить любую задачку, и если вы из ГДЗ списываете, и потом можете спокойно объяснить решение из ГДЗ, то вы сдадите легко. Это значит, вы умный человек. Если вы списываете с ГДЗ и просто такие, ну, типа, перекатают, а мне не важно, как я буду формулу писать. Если вы такой и не понимаете, что даже с ГДЗ списываете, то тогда, друзья, нужно очень долго позаниматься, ну, точнее, определенное время. Сколько времени потребуется? Если вы крутой вот чел, шарите, то примерно 50 часов на один предмет вам хватит, чтобы написать на 70-80 баллов. Если вы будете сидеть и учиться, не сидеть и скролить там в ВКонтакте мемсы, а именно сесть, подготовиться, 50 часов примерно понадобится чистой работы на один урок. То есть математика, 50 часов, и у вас будет 70-80 баллов вот вам на блюдечке. Если вы не шарите в этом, то примерно умножая это на 5, то есть 250 часов тебе потребуется, чтобы с нуля это все прокачать. Окей? То есть если вы шарите 50 часов на один предмет, то есть в сумме, если 4 предмета, то около 200 часов. Если ты не шаришь, то умножая на 5, получается 1000 часов со всех предметов. Как выбрать предметы? Извините. Коронаварус. Коронаварус. Такой икарус едет. Друзья, если вы не знаете, какое направление выбрать, то просто подумайте, а чем бы вам хотелось заниматься вообще по жизни. Если вы думаете, что ваша сфера деятельности будет связана с общениями с людьми, то вполне возможно общество знания может быть для вас будет хорошо. Если вы думаете, что вы хотите там стать архитектором, то физика вполне нормально. Информатика, если вы такие, логическое мышление у вас хорошее, развито в жизни, то есть вы такие, логик, то информатика хороший предмет. Вот у меня логика прям хорошо выстроена в голове. Если вы понимаете, что такие, о, я люблю птичек, люблю зоологию, люблю там на собачек посмотреть, ну биологию может выбрать. Я, кстати, биологию и химию сдавал в девятом классе, поэтому у меня сфера интересов очень разнообразная такая, мои интересы очень специфичные, как говорится в пятидесяти шейтсах оф грей. Друзья, собственно, вы можете выбрать любой предмет. Какие я вам порекомендовал бы, как такой знающий чел, вот просто если вы вообще не знаете, какой сдавать, но в жизни это по-любому пригодится, рекомендую сдавать английский язык. Друзья, вот в любом случае с английским языком куда-то да вы попадете. Английский язык, рекомендую, если вы вообще такие, блин, я не шарю, куда, английский язык вам поможет в любой ситуации жизненной перевести какую-то информацию. Новые источники информации все появляются на английском языке. Даже если вы не шарите сейчас в английском языке, у вас еще есть время, я не знаю, у вас сейчас определяются с экзаменом, который можно выбрать или уже вы выбрали. Ну, в общем, английский язык. Если вы такие думаете, что вы хотите построить что-то свое, какое-то здание, то физику рекомендую. То есть вы думаете, что вы потом будете создавать какой-то продукт, продукт, который именно вещественный. Вещественный, вот именно потрогать можно, вот коробочка какая-то. Физику сдавайте. Вот если вы думаете, что вы потом станете предпринимателем в таком направлении. Общество знания, в принципе, тоже прикольный предмет, но он такой базовый. В принципе, его может любой сдать, там, ну, это больше юридическая такая часть. Тоже хороший предмет. Вообще любой предмет хорош по-своему. Главное потом это соединить. Напишите в комментариях, пожалуйста, какой предмет вы бы хотели сдавать. И если вы не определились еще с какими предметами, то просто напишите в вашу сферу интересов, а я, возможно, вам подберу определенный предмет. То есть, допустим, вы напишите, что, ну, вот мне нравится, там, читать составы в шампуней. Я такой, ну, тогда химию сдавай, все нормально будет, чувак. То есть, напишите, пожалуйста. Все будет ништяк. Не дрейфуйте. Все, огонь. Самое главное, прикладывать усилия. Больше ничего. То есть, прикладывать усилия. Кто-то вам будет говорить то, что вы не сдадите. Кто-то будет говорить то, что ты лох или что-то там готовишься постоянно. Ничего страшного. Ты готовишься. Это твоя жизнь. Ты решаешь, что в ней делать. Абсолютно. Даже если ты уделяешь время компьютерным играм, но ты понимаешь то, что ты сдашь, играй в компьютерные игры. Но если ты реально понимаешь, что ты сдашь, то есть, не нужно потом на меня перевалить вину. Если ты реально понимаешь, что ты сдашь, то вот сейчас ты пробники пишешь спокойно на 60-70 баллов, то ты сдашь, дружище. Если ты пробник сдал, то оригинальный экзамен, он практически ничем не отличается. Но там иногда чуточку цифры другие, типа задачи немного иные. А так все то же самое, что и в пробнике. Если вы прорешали 10 пробников в каждом предмете, то вы уже на пути к успеху. Если самостоятельно прорешали, и при том сдали это на тот балл, который вам нужен. Самое главное, вот моя мама часто рекомендует целиться в большую цель. То есть, если там родители говорят, ну, хотя бы на троечку там сдать. Ребят, целитесь на соточку, попадете в 80, в 80, в 90. Это работает. Потому что когда ты там, ну, на троечку хотя бы... Друзья, целитесь больше. Окей? Все. Мотивейшн-ток из Овер. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам успехов в сдаче вашего единого государственного экзамена. Это была моя благословляющая речь для тебя, мой дорогой зритель. Всех благ тебе по жизни. Пускай все будет круто, как Наруто. С вами был Солнце Лучик и Горвучик. У такой вот поцелуйчик. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok